Программа на своем месте отправилась к Олегу Димову. Еще недавно он был вице-губернатором, а теперь вице-президент компании ТНК-БП. На этой должности он первый год и, по словам Олега Дмитриевича, он еще почти ничего не менял в кабинете, кроме содержимого шкафов. Это не мной придумано, это мне досталось по наследству. А много вообще, что в этом кабинете досталось по наследству? А что уже вы здесь изменили? Ну, в этом кабинете я не практически, наверное, если сказать, что... Но вот только вот эти картинки, которые... Карты. Карты, да. Да, и вот эта карта с объектами нефтедобычи. Вот это как бы... Ну и часть там, которая в шкафу вещей от меня. Все остальное, мебель, это вот мне досталось от предыдущих руководителей. Ну и там в комнате для такой приват-бесед, там я полностью все поменял. А в этом кабинете практически все вот, ну, примерно в одной паре. Почти сразу в глаза бросается прикладная литература олимпийского чиновничества. Оказывается, Олег Димов член Олимпийского комитета России. Все, что касается развития олимпийского движения в России и все, что касается развития олимпийского движения в Оренбургской области, это моя общественная нагрузка, будем так говорить. Порядка... уже год, как меня избрали на эту должность. И с декабря месяца я вхожу в Олимпийский комитет России. Чтобы войти в Олимпийский комитет, Олегу Димову пришлось расстаться с любимой городской федерацией бокса, дабы не было конфликта интересов. Однако из головы бокс так легко не выбьешь. И это заметно по содержимому кабинета нашего героя. Вот это то, что вы сейчас видите, боксерские перчатки. Это мой друг, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Он и обладатель Кубка Вэлла Баркера. Будучи у меня в гостях, он мне привез и подарил. Кстати, вот эти брелки, это тоже его. И вот это его поговорка, самый главный девиз хорошего боксера. Видите, пчелка, то есть жалит как пчела. Пархает как бабочка, жалит как пчела. Однако участие в Олимпийском движении – это нагрузка общественная, а мы в кабинете рабочем. Поэтому не могли обойти тему изменений в компании ТНК-БП. Как только пошли какие-то новости о том, что ТНК-БП теперь будет сотрудничать, назовем это так, с Роснефтью, и Роснефть теперь будет принимать решения в том числе, как раз как главный налогоплательщик, эта новость коснулась, ну, так или иначе, всех. Это интересует всех. Что будет? У вас уже есть понимание того, как это все будет перестраиваться, и как это в регионе в итоге будет выстроено? Я вам скажу, что это новость даже не регионального уровня и не российского. Это новость мирового уровня, потому что действительно там не сотрудничать будет ТНК. Роснефть 100% покупает компанию, то есть причем полностью 100% в пакет, и она становится полностью владельцем компании. Это совсем не сотрудничество, это нечто большее. Но и, безусловно, это сделка на уровне сделки века, потому что настолько крупное слияние, это практически одно из самых крупных слияний за последние десятилетия, наверное. И, безусловно, это последние, наверное, полгода все средства массовой информации, причем и мировые, все внимание было приковано именно к этой ситуации. И сегодня мы, к сожалению или к счастью, не знаем, но, наверное, все-таки, к счастью, мы работаем в плановом режиме. Все наши производственные планы, которые были утверждены в прошлом году, мы по ним двигаемся. Мы абсолютно не ощущаем сегодня какого-то давления со стороны Роснефти. Но все остальное мы знаем на уровне в том, как и все простые люди, в том числе, как и журналисты, все новости сегодня отслеживаем через интернет, через средства массовой информации. При этом ни с кем из представителей Роснефти Олег Димов еще не встречался. Однако надеется на лучшее. Я все-таки надеюсь, что компания Роснефть, она приобрела ТНК-БП не для того, чтобы все испортить, а для того, чтобы все лучшее из ТНК взять и интегрировать в свою компанию какие-то свои особенности, особенности государственной компании привить к тому коллективу, который работает в ТНК-БП. На вопрос, какая деталь кабинета привлекает больше всего внимания потенциального гостя, Олег Димов отвечает, что это окно. И действительно, пройти мимо, не заглянув в него, просто невозможно. Заряжающий, ритмичный такой вид из окна, что хочется каким-то образом ему соответствовать. Поэтому вот эта вся жизнь, наверное, как раз мне поделал все это. Впрочем, в этом здании определенно есть кабинеты с гораздо более впечатляющим видом. О том, чтобы переехать несколькими, а то и десятью этажами выше, Олег Дмитриевич подумывает, но в ближайшее время не собирается. И объясняет, почему. А вам не хотелось бы переехать на самый верх здания? Как-то это же принято, что руководители сядут на самый верх? Ну, это принято за границей, прямо уж скажем. У нас-то это не принято. У нас губернатор сидит на четвертом этаже. В «Газпроме», по-моему, тоже где-то там не на самом верху сидит Иванов. У нас тут тоже испокон веков было заведено, что четвертый этаж. Ну и, насколько я знаю, кабинет президента тоже не на самом верху. Понятно. Хорошо. Поэтому, но очень заманчивая идея, и я об этом думал. Причем, поднимаясь по лифту под второму крылу, на самый верх, вид просто потрясающий на город Оренбург. Вообще все видно, все отлично. Вдохновиться видом вполне можно не только из своего кабинета, но даже из лифта. Он, как известно, в ТНК БП прозрачный. Да, действительно, весь город как молодой. Вот он, вид. С последнего этажа на самом верху тоже есть что посмотреть. Тут и вид на город, и на Урал. Кстати, когда произошел взрыв в Донгузе, рассказывает Олег Дмитриевич, из этого окна было его очень хорошо видно. А это вид на Никольский собор. Обратите внимание, как 16-этажка старательно закрывает вид на другой важный Оренбургский офис, офис «Газпрома». Из этого окна также видно политическое прошлое Олега Димова. Тут нравится нам Урал, вид на Южный. На ваш лучший опыт. Да, мой опыт. Вы выглядываете на ваш стиле, да. И далекий округ, и предыдущие кресла вице-губернатора не вызывают у Олега Димова такой сильной ностальгии, чтобы ему захотелось немедленно вернуться в политику. Тем более, что управлять таким предприятием тоже политика, только, пожалуй, более отстраненная от недавних забот. Руководить крупнейшим налогоплательщиком и не быть в политике невозможно. Это такая политика, не публичная, да? А не исключаете вы, возможно, возвращение в публичную политику? Насколько это, в принципе, может быть интересно сейчас? Не знаю, очень сложно ответить вот так прямо влет на этот вопрос. Меня пока все устраивает. Более того, мне очень интересно. Плюс, к тому же, в прошлом году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. И очень интересно смотреть, насколько... Причем она как раз связана с нефтегазовым комплексом. То есть, единственное, просто я ее, правда, готовил на базе «Газпрома», потому что в свое время предприятие, которым я руководил, работало в «Газпроме». То сегодня очень интересно смотреть на практике все те мысли, которые теоретически у меня были в голове. А нет, наоборот, какого-то ощущения, когда вы смотрите новости, иногда нет мысли, ой, как хорошо, что это уже не мои проблемы? Честно говоря, иной раз есть. Особенно, когда там смотришь. Все-таки здесь более размерен. И, безусловно, большой коллектив накладывает такие же очень серьезные обязательства, когда нужно переживать, что происходит, где, что. Коллектив огромный. Но, с другой стороны, когда вот все-таки ты четко знаешь, за что отвечаешь. Вот раньше я отвечал за все. Вот не было вопросов, за которые бы я не отвечал. И не было такого времени. Вот я, например, поработав очень близко с губернатором, ну, практически не то, что близко, а совсем близко руководил аппаратом губернатора. И знаю вот его работоспособность, знаю его вот этот неугомонный характер, движение по области, вот это все вот. И знаю, насколько он близко к всем. Я, честно вам скажу, это просто, это титанический труд. Титанический труд, чего приходит через себя пропускать. Поэтому здесь все-таки у нас есть отношения. Есть там выходные дни, есть праздничные дни. Они такие законные, то есть абсолютно все по-честному, абсолютно все по делу. Там выходных нет? Там выходных нет. Не выходных, там нет разницы. Ночь, если что-то не так, что-то происходит, то особой разницы нет, где ты, что ты, и выходной у тебя, или не выходной, и спишь ты, или не спишь. Здесь все-таки в этом плане более размеренно, ну, более упорядоченная, наверное, ситуация. Я, знаете, на что обратил внимание? У вас здесь нет ни одного портрета. А когда заходишь к любому чиновнику, не к бизнесмену, а к чиновнику, как минимум один или два портрета ты там видишь. Чаще всего это президент и губернатор. Ну, если мы на областном уровне. У вас здесь ни одного портрета. Скажите мне, теперь, как бывший чиновник, да? Почему чиновники вешают? Это такая корпоративная этика такая? Это да. И почему у вас здесь нет? Ну, я вам хочу сказать, что, во-первых, не только даже у чиновников. Я, будучи депутатом, все-таки являясь членом команды государственной власти, да? То есть, как бы, ну, это такой принцип, там, дань уважения. То есть, у меня были, в принципе, когда я депутатом горсовета был, у меня был и Владимир Владимировича Путина, и был Медведева портрет. Когда я был в администрации города, в городе, когда был замом главы города, ну, естественно, там тоже все это было. Когда уже в правительстве было, ну, там, это, как бы, в принципе, наверное, признак такого нормального тона, командный дух, лидер команды. У нас в компании это не принято. Герман Борисович Хан не любит этих всех вещей. Поэтому не размещать портрет руководителя, но размещать всех остальных, наверное, это неправильно. Такая же ритуальная для любого кабинета вещь, как портреты, это дипломы. Их у Олега Димова мы заметили всего два. Один коллективу ТНК-БП от Михаила Бабича, полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. За большой вклад в развитие нефтяной промышленной территории Приволжского федерального округа. Оренбург нефть является не только самым крупным в Приволжском федеральном округе, но еще и является самым крупным в Европе по уровню добычи. А второй лично Олегу Димову как лучшему муниципальному служащему. Это да, как раз. То есть вы все-таки храните. Ну, как-то так, да. Лучший муниципальный служащий, да? Да, да. Причем уникальная награда, лучший муниципальный служащий. Причем я получил ее по итогам 2011 года. Решение было принято в 2011 году. Хотя что я был депутатом горсовета, и, как вы знаете, всегда был депутатом на неосвобожденной основе. То есть, тем не менее, там решили, что я выиграл эту номинацию. А получил ее, когда уже был вице-губернатором. К концу нашей встречи, когда портрет Олега Димова практически совпал с портретом его рабочего места, и времени оставалось лишь на один короткий вопрос, мы не смогли удержаться от одного небольшого сравнения. Какой кабинет больше? Вице-губернатор или руководитель Альбург-нефти ТНКБП здесь в регионе? Ну, по размерам? Да. По размерам здесь больше. Да? Все отлично. Субтитры сделал DimaTorzok